Вечер за бортом 17 градусов Вечер за бортом 17 градусов Вечер за бортом 17 градусов Наталина Романдо шло следствие И вот судья Постановил, что Поскольку до суда Дело доведено не было А следствие В общей сложности длится уже 52 месяца Дело закрыть И считать, что Наталина Романдо Она кристально честный человек Значит, оказывается, существуют нормы Прецедент В одном из решений Верховного суда было сказано Что Так называемое решение Жордана Или Джордан Было сказано, что следствие не может Быть Больше, чем 18-30 месяцев Здесь, напоминаю, следствие Шло на протяжении 52 месяцев Соответственно, по мнению Судьи, все грани Все рамки разумного По срокам были исчерпаны И, соответственно, теперь Поскольку нет никаких конкретных Обвинений со стороны полиции В отношении Наталина Романдо И шести коллег По уголовному делу Соответственно, она должна быть Очищена от тех обвинений И гулять на свободе Наталина Романдо Уже выставила Сказала, что У меня украли 4 года моей жизни Что это было невыносимо Жить постоянно Что такое? Женщина лет, наверное, 70 или 80 И, соответственно, все, что она хочет Это просто уйти в тень От всех этих уголовных дел Найти себе работу И спокойно продолжать себе Жить спокойной жизнью Значит, утром было большое количество Наверное, часа полтора Шла опрос людей В отношении этого постановления судьи Люди были просто возмещены Люди говорили о том, что это профанация Что таким образом подрывается доверие К системе Потому что Большинство людей было уверено Что на самом деле Наталина Романдо Она вовсе не кристально чистый человек Что она, мягко говоря, замазана Во всех этих аферах Которые ей вменяют И, соответственно, она должна была присесть Она должна была присесть На несколько лет однозначно По мнению большинства людей Которые позвонили Но, еще раз говорю Канада законно послушна государству В плане того, что если Буква закона предписывает какие-то действия Или бездействия То после этого должны быть Совершенно четко прописанные последствия Либо дело закрывается Либо дело доводится до суда И там дальше, собственно, выносится приговор Вот И, собственно, судья по этому поступил Да, таким образом Что все сроки Прописанные в законе И в судебной практике Были пройдены И поэтому он обязан был вынести Это решение, которое он вынес Что еще в этом плане интересного Это то, что Вот то, с чего я начал Да, что вот глава Вот этого специального Подразделения по расследованию полиции Был отправлен в отставку У меня лично, честно говоря Я так, не сторонник теории заговоров Но я подумал А не было ли на самом деле Вся эта история История затягивания Да, что специально затягивали сроки По предоставлению документов в суд Для того, чтобы дело рассматривалось По существу в суде уже С тем, чтобы потом все закончилось Вот этим, условно говоря И тот человек, который возглавлял полицию Он держал руку на пульсе И он контролировал, чтобы Дело, упаси господи По каким-то причинам Не было доведено до Представления его К рассмотрению в суде Ну, в общем, интересно Интересно Полиция сказала, что Они не хотят отказываться От Доведения дела до суда И, соответственно Они будут обжаловать 30-дневный срок Все те Все это, как бы, решение судьи Для того, чтобы Снова вернуть дело К рассмотрению Для того, чтобы довести дело до суда Ну, посмотрим Посмотрим, как обычно Будет держать вас в курсе Да, всем откланиваюсь Всем отличных выходных И счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok